в любом возрасте души остаемся девочками как любой девочки каждой женщине приятно дома иметь какой-нибудь гламурный декор интерьера я предлагаю сегодня декорировать вот такой вот светильник так как абажур этого светильника изначально был закрытый такого рода светильник скорее всего можно использовать как ночник с рассеивающим светом для декорирования я приобрела такие вот такую вот лампу и буду декорировать сам плафон и ножку самую лампу разочек нескольких видов кружева можно использовать даже обрезки кружева акриловую белую краску золотую краску баллончики и соответственно клей начну декорировать лампу с ее ножки я хочу закрыть вот это вот дешевое золотое покрытие и сделать его более романтичным по девчачьи для декорирования я буду использовать кружевную ленту двух видов вы также можете взять небольшие отрезки каких-нибудь кружевных элементов возможно от старой одежды точно также приклеить приклеивать я буду на клей момент для того чтобы во время приклеивания по кругу лента не собиралась гармошкой я ее надрежу виде таких треугольничку и тогда она будет равномерно красиво выкладываться по кругу всей ножки вот так это я клеила нижнюю часть ножки дальше я начну обклеивать другим видом кружева более верхнюю часть для этого я и длинной ленты нарезала небольшие отрезки которые буду наклеивать друг на друга в нахлёст таким образом перекрываю всю поверхность ножки вот таким вот образом точно так же в нахлёст я закрою закрою я перекрою кружевом еще выше продвигаясь по ножке чтобы закрыть всю видимую часть будущей лампы после того как я заклеила всю видимую часть ножки я ее покрою акриловой краской краска сделает единым целым все покрытие но при этом оставит красивую фактуру закрашивать я буду губкой и вот такими тампирующими движениями аккуратно постепенно я закрою краской всю поверхность прокрашивать нужно достаточно плотным слоем краски для того чтобы прокрасились все внутренние выемки а также толстый слой краски поможет визуально сглазить границы между отрезками кружева и также я покрою краской верхнюю часть ножки краска подсохла немножечко и сейчас не затонирую немного совершенно золотой краской делать это я буду на лестничной клетке так как в жилом помещении такой краской работать нельзя вот что у меня получилось сочетание белой краски и золотой из баллончика сделали покрытие будущие ножки слегка перламутровым очень гламурным приступим декорированию плафоном декорировать плафон я буду вот такими вот пластиковыми цветочками розочками вы можете попробовать обклеить плафон каким-нибудь искусственными цветами возможно у вас где-нибудь завалялись ненужные букеты из искусственных цветов в моем случае это букетики из маленьких розочек я их даже не буду разбирать на отдельные цветочки а буду наклеивать вот такими вот полосочками сразу на плафон ссылочку на все цветочки я укажу под видео приклеивать цветы я буду клеевым пистолетом аккуратно промазав клеем каждую розочку я приклею букет к краю плафона я приклеила по краю первый слой розочек и приступлю к приклеиванию приклеиванию второго слоя приклеивать я буду в шахматном порядке для предпоследнего ряда я также оставила букетики в том же состоянии как они были но проволоку я подогнула внутрь и сейчас все это заклею ну и для последнего ряда я каждую розочку подготовила отдельно и вот такими вот отдельными розочками я сейчас аккуратно проклею последний ряд вот такой вот красивый очень женственный плафончик для ночничка у нас получился еще я искусственными жемчужинками заполнила в некоторых местах пространство а также я сейчас слегка затонирую краской из баллончика нижнюю часть плафона вот такой вот очень женственный очень гламурный ночничок получился я надеюсь это видео было для вас полезным интересным я буду благодарна вашим лайкам подписывайтесь на мой канал и скоро встретимся